привет всем зрителям и подписчикам моего канала с вами барот друзья сегодня у нас видосик по игрушке world of sea battle в этом видео я планирую построить вот такой корабль корабль называется сирена друзья это французский линейный корабль создан он друзья либо для королевской семьи либо для адмирала я не знаю для чего для командования флота может я просто не знаю что то за корабль давайте друзья пройдемся по его характеристикам стандартном варианте друзья у него 2564 прочности то есть хп 14 узлов скорость 95 маневренности 2 и 5 к защите 35 тонн трюма у этого корабля самый большой трюм в игре 45 человек морской пехоты 8 и 6 но что вы хотели достаточно высокий него будет легко попадать но это линейный корабль друзья у него по 32 пушки на каждом борту три места для апгрейда для того чтобы построить стандартный вариант нам нужно 295 легких балок 61 железных балок 45 парусины друзья 14 блоков и 120 боевых марок как вы видите у меня все есть даже с излишком но друзья я готовил ресурсы под другой корабль теперь давайте рассмотрим тяжелый вариант этого корабля тяжелым виде мы теряем два узла к скорости этого скорость будет 12 узлов это достаточно низкая скорость и нам прибавляет 08 к защите честно это ни о чем это ерунда остальное остается также для постройки немножко меняется нужно уже 86 железных балок то есть больше 23 парусины блоков также остается и одна переборка марки и легкие балки остаются также но друзья я этот корабль строит для торговли и для того чтобы фармить на нем ботов то есть для пве контента теперь давайте рассмотрим легкий вариант этого корабля кп скорость остается также нам прибавляет 5 процентов к маневренности зато друзья минусует 0 5 от защиты и защита у нас будет всего лишь два но друзья нам прибавляет плюс 3000 к трюму то есть трюм у нас будет 38 тонн это очень много друзья к слову стандартный склад порта 40 тонн стандартный склад то есть мы почти стандартный склад сможем таскать собой но если мы поставим еще двойную палубу нам прибавит плюс 2500 к трюму и трюм у нас будет 40 тонн друзья 40 тонн вы можете себе представить то есть трюм у нас будет больше чем основной склад порта все остальное остается также для того чтобы построить легкий вариант друзья нам нужно уже 305 легких балок 45 железных балок 45 парусины блоки остаются также плюс одна переборка ну и 120 марок слову друзья я готовил ресурсы для постройки боевого линейного корабля то есть м с викторию победа если в переводе друзья для него нужно 401 легких балок у меня 493 110 железных балок 76 парусины 301 блок блок и я еще не докачал и 576 боевых марок я корабль этот конечно буду строить друзья но у меня уровень всего лишь 21 как вы видите да а нужно на него 24 но друзья золото у меня достаточно так что я могу построить оба этих корабля так друзья вот это мой склад 2000 тонн 210 тонн уже забиты 2000 тонн это очень большой склад у меня на складе куча ресурсов друзья также у меня есть 17 черепов буду что я хочу за эти черепа друзья я хочу купить себе еще одно место в порту как вы видите у меня 7 мест порту свободно 2 но я хочу купить себе еще одно так давайте зайдем мы в магазин тут можно друзья за 15 черепов буду купить себе одно место в порту давайте это сделаем я могу это сделать так недостаточно черепов буду на складе порта а так я купил уже да да друзья вот у нас восемь мест из нас сняли 15 черепов остались 2 так теперь у меня 8 слотов для кораблей кораблей у меня сейчас пять могу построить еще три корабля прыгаем друзья на разящий русиан то есть русский фрегат у него трюм 25 тонн на нем я и смогу сейчас перевести все ресурсы в нужный мне порт давайте посмотрим где мы можем построить корабль 2 ранга ближайший порт где я могу построить подобный корабль друзья это у нас порт бриджтаун я нахожусь порту бренд порт тут у меня основной порт основные ресурсы я сюда складываю потому что мне удобно этот центр карта друзья я отсюда могу увести их в любую точку мирные флаги у нас тут сбрасывается к примеру друзья для того чтобы войти в военный порт фермопил или в тартуку тут можно построить корабль 1 уровня тут нужно идти уже под военным либо под пиратским флагом ну или торговым то есть мирными флагами тут шварц запрещен а сюда мы доберемся на мирных флагах и меня никто не ограбит несмотря на то друзья что у меня корабль низкого уровня и если захотят меня ограбить под военным флагом то сделать это легко и просто потому что я буду на жестком перегрузе так друзья проверяем еще разок что нам нужно для этого нам нужно 305 легких балок 45 тяжелых 45 парусины 14 блоков и одну переборку так я все закинул друзья проверяем 45 железных балок 305 легких балок 1 переборка есть 13 блоков и 45 парусины все есть друзья что нам нужно еще нам нужно немножко дерево на ремонт там сотню скажем потому что по мне будут долбить оперы там и всякая фигня всякая нечисть так сказать так неплохо кстати друзья пока у меня есть 200 времени крафта я хочу сделать еще легких балок по максимуму вот так пускай будут а мне нужно крафтить друзья викторию как вы видите друзья у меня жесткий перегруз и если я поплыву под военным флагом меня ограбят либо потопят поэтому я встану под мирный флаг и меня уже могут потопить только боты ну что ж нам осталось добраться до порта бриджтаун путь это в 2757 миль это не так уж и много мы можем это все сделать так корабль перегружен конечно перегружен покинуть порт и скорость друзья у меня огромная как вы видите целых 11 узел поэтому я сейчас половину резов скину обратно в порт и сделаю две ходки ну ладно после того как я туда все перевезу встретимся там ну что друзья прошло определенное время я перенес почти что все вот остатки переношу почти что приплыл уже в порт так залетаем в порт бриджтаун закидываю все на склад меняю флаг на военные конечно же кстати друзья что я обратил внимание на пиратском флаге дают плюс 10 опыта в боях а на военном флаге не дают плюс 10 опыта в боях у меня военная гильдия то есть я должен ходить под пиратским флагом что ли дискриминация военного флага для торгового флага тоже никаких плюшек то есть основатель проекта поддерживает в основном пиратский флаг но это лично мое мнение друзья так перекинем все лишнее на склад ну что друзья давай-ка обратимся мы к верфи где моя так ли сирен предпросмотр красавец да друзья очень красивый корабль обратите внимание на нас ну что ж раз у нас все готово давайте построим этот корабль и так и ресурсы имеются построить как мы его назовем друзья я думаю название оставлю то же самое потому что название сирена ему больше всего подходит на носу у него сирена на корме нарисованы две русалки так что друзья тут по-другому и не скажешь принять так держать новый корабль построен осталось его оснастить но друзья красавец да реально красивый корабль вот видите на носу под бушклитом у него сирена стоит русалка и на корме нарисованы две сирены ну что друзья есть у нас адмиральский корабль 38 тонн у него загрузка максимально так по апгрейдом ему можно установить двойной трюм то да ему можно установить двойной трюм для этого потребуется лак легкая балка ром переборка и боевая марка так ладно друзья насчет этого мы посмотрим потом сейчас у меня корабль защита 2 скорость 14 маневренность 100 высота борта также осталось трюм 38 тонн друзья 38 тонн это реально много я могу почти что перетащить весь этот склад то есть вот в порту 40 тонн у меня 38 до жестко прямо орудия друзья по орудиям давай кому перепрыгнем на дыхание дракона перепрыгнули так орудия друзья мы снимем с него сейчас все орудия они мне пригодятся так нет левый и правый борт ставим только дыхание дракона ему потому что тут у меня друзья стоят в василиски и пищали они мне сейчас нужны будут так по орудиям друзья видеть как много у него пушек ну это уже линейные друзья корабль кто не знает что означает слово линейный корабль это корабль у которого больше двух ряда пушек друзья и с определенным водоизмещением я не помню там сколько тонн водоизмещения погуглите друзья вы обязательно найдете информацию ну что друзья корабль построен давайте оснастим его пушками теперь так уши как вы видите у меня очень много я его хочу оснастить пушками из разряда коронад у меня есть 28 фунтовые коронады друзья но тут перезарядка 18 секунд урон сто тридцать шесть процентов есть василиски урон сто двадцать восемь процентов но перезарядка 13 секунд 23 штуки имеются также друзья у меня есть 32 фунтовые коронады перезарядка 18 секунд на урон 143 очень большой урон у них и друзья имеется пищаль у которых урон 125 перезарядка друзья 16 секунд поэтому друзья мы кинем пищаль на все борта вот так левый борт друзья полностью оснащен у нас пищалям три пушки пищали переместились на правый борт излишки так что тут у нас еще имеется у нас еще имеется друзья только тот 23 василиска давай-ка тоже установим все и как мы видим друзья нам осталось еще четыре свободных ган порта сюда мы установим 32 фунтовые они конечно дольше перезаряжаются но что уж тут поделать и расстояние боя у них меньше может быть друзья я с кого-то еще выбил василиски и мы установим полностью этот борт василисками так друзья корабль оснащен теперь теперь осталось его загрузить ядрами давай-ка в торговый дом купим мы на корабль тысячу штук я думаю так купить на корабль никаких апгрейдов на корабле не друзья так трюм возьмем с собой еще парочка бочек друзья возьмем еще парочка бочек вот таких зачем внутри бочки также друзья нужно взять фалькон это возьмем сотню штук купите на корабль и купим друзья не знаю штук 20 вот таких фалькон это ракета друзья и бочки я использую в пвп с игроками которые нападают на меня а напасть на меня могут потому что я под военным флагом и сейчас мы пойдем тестировать этот корабль так корабль стандарт нет никаких апгрейдов как вы видите пошли тестировать его друзья давайте выйдем мы на верхний маяк проблема друзья проблема я не взял с собой морской пехоты корабль красивый по габаритам он примерно как корабль шин кто не видел друзья как я строил дыхание дракона вот тут ссылочка вверху будет после того как посмотрите это видео можете посмотреть это еще так морской пехоты друзья давайте загрузим к себе на корабль возьмем с собою 45 солдат а кстати кстати друзья что я забыл я забыл крюков собою взять у меня на складе греметь и руки так что можно с собой штук знаю штук пять шесть семь взять все корабль готов погнали обратите внимание друзья какой тут прицел так кто там у нас там у нас приватиры и есть и руман интересно какой урон будет у этого корабля друзья с борта так это у нас кто это каперский совет и торговый союз друзья на каких-то кораблях я не вижу точно что это это во моем ансон корабль давайте для начала нападем на каперский совет друзья то есть один на один проверим этот корабль я не знаю как он себя ведет я не знаю как он себя поведет вообще и какой урон он сдержит но каперский совет сваливает под люка вот нас я его могу догнать разве что ракетами фальконетами давай-ка согрел его так согрели ну что друзья у него 1697 хп давайте посмотрим сколько мы ему снесем с борта так пускай он первый даст по мне залп вот так теперь разворачиваемся друзья на левый борт так как левый борт у меня оснащен и пошло-поехало ну друзья я вам скажу тут больше 300 урона не на это жестко реально жестко да жесткий корабль друзья жесткий корабль реально жесткий корабль но ядра уходят просто мгновенно так сколько у нас от 1000 от 1872 остались собой на этом корабле друзья надо таскать довольно много ядер так теперь друзья проверим на торговом союзе вот идет торговый союз из таких же кораблей сразимся с тремя теперь и посмотрим что будет с этого друзья хп у меня не так уж и много но проверим друзья я не знаю что будет так давай-ка выйдем и огонь тут я уже буду использовать и фальконеты и полный бой друзья надо конечно добавить ему маневренности мне нужно уничтожить вот этого чувака друзья потому что с него упадет ремонтный комплект и мы можем сразу же немножко подремонтировать так и ездить так после ремонта сразу же ездим ремонтный комплект так после ремонта друзья сразу же ездим не но друзья корабль я вам скажу достаточно серьезно но урона по нему но урона по нему сейчас проходит довольно много поэтому друзья нужно его обгрейд так пока этот ботик отвлекает того корабля тоже с этого поднимем то что нам нужно о двойные балки друзья вот это потвортила вот это сейчас будет жесткий ремонт и мы сможем того потопить так мой ферруман неплохо так отвлек даже сносим у немножко хп друзья сейчас развернемся на залп разворачиваемся на залп друзья мои берем балки ждем пока он развернется тоже в нос бить не надо то есть бить надо в борт и желательно носом после этого разворачиваться к кораблю я развернулся кормой потому что ну так получилось что уж тут поделаешь но желательно разворачиваться носом в нос приходит намного меньше урона мне друзья разобрали мы достаточно быстро и у нас осталось еще немножко фп хотя я со своим китайской мортиркой друзья делаю то же самое на дыхание драконы я бы их разобрал он также быстро так что это как бы не проблема так еще нам выпали двойные балки что друзья очень хорошо что у нас в трюме так в трюме друзья у нас достаточно дерево для ремонта поэтому ремонтируемся и что еще еще друзья у нас имеется двойные балки мы можем кого-то еще потопить но друзья корабль неплохой все поплыли в бренд порт установим на него сейчас необходимые апгрейды и выйдем друзья в море друзья вижу мелкий торговый союз вот интересно что будет если использовать этот корабль против таких ну-ка давай-ка посмотрим то есть пол борта хватит для того чтобы разрывать просто один такой кораблик даже не нужно использовать весь борт а если нужно двойной порох еще а если нужно двойной порох это вообще будет жестко да друзья это бесед жестко если не двойной порох так давай-ка проверим что у них у них конечно с собой мало ресурсов очень мало друзья но имеются вот эти ремонтные комплекты имеются балки для ремонта вот как видите мелкий каперский совет вообще на меня внимание теперь на не обращает он для меня не вражеский друзья вижу вот тбр чё-то там еще бля там я не знаю что там написано но что-то у него там написано давай-ка по нему немножко зал подадим так туда не надо читать и муха на друзья ну это легкий корабль у него потому что ну хули креолка друзья я пустил его на дно легко и быстро бля как вы видели но это мой враг то есть несмотря на то что это легкий корабль это мой враг друзья и я должен был на него напасть как не так ладно друзья поперли в порт надо скинуть ресурсы и полетим в другое место я хочу его проверить в торговле а вот теперь друзья он хочет со мной сразиться на серьезном корабле поэтому друзья мы из ним сейчас о блябит двое она а вот это плохо что их двое то что их пор для то что их двое это очень плохо так друзья кидаем ему под нос бочечку друзья мои вот это бля урон я себя нанес вот это друзья я себе конечно урона нанес но друзья без апгрейда вы видели корабль довольно быстро разбирается с помощью так это него не сантисима это у него виктория с помощью виктории он легко разбирается друзья поэтому надо ставить апгрейды и сергу надо тоже развалить так для ремонта друзья нам потребуется один слиток бронзы и одна легкая балка кстати проверили тоже неплохо давайте починим маленько свой корабль так зайдем к в мастерскую друзья сделаем один слиток бронзы да друзья ломать этот корабль смысла нет довольно дорог в обслуживании так корабль мы починили но эти чуваки друзья уже в порту хрен знает где они ладно сразимся с ними в другой раз после того как установлю все апгрейды нужные мне для пвп потому что друзья у меня защита всего лишь два вы видели три залпа с борта сантисима и этот корабль разбирается да друзья у сантисимы около 800 урона с борта поэтому трех залпов учитывая что у меня защита низкая просто-напросто ну и плюс я нанес себе сам 600 урона бочкой слишком близко к себе ее кинул но при этом нанес ему тоже 600 урона друзья в пвп тоже весьма неплохой корабль но нужно апгрейдить ну что друзья я напармил немножко древесины давайте установим улучшение двойной трюм устанавливать я его буду на последнем слоту когда установить это добавила нам одну тысячу так для того чтобы улучшить все друзья теперь у меня плюс две тысячи к трюму чтобы улучшить его на следующий уровень нужно 4000 опыта только не знаю стоит ли улучшать или нет так давай-ка глянем друзья что тут у нас теперь наш трюм 40 тонн 40000 трюм стал друзья 40 тонн это тоже самое что склад порта стандартный склад у меня тут улучшенный поэтому у меня 2000 тонн но стандартный склад порта друзья 40 тонн так следующий апгрейд следующий апгрейд мне нужен друзья под чего под защиту не помешает для этого нужно потратить немножко железа так а что нужно для этого нужно потратить боевые марки принципе друзья обе новая палуба сейчас мне не нужно следующим улучшением друзья я установлю крепкие мощь то это добавит нам скорости так для того чтобы улучшить нам нужно 46 лака легкая балка 16 штук нифига себе это много это реально много так друзья я тут просмотрел все что нужно все апгрейды что дают на первом слоту я установлю друзья беновую палубу потому что она мне реально нужно так для улучшения нужно лака много лака поэтому друзья для начала для начала я улучшу скорость и нам нужно еще достаточно много лака плюс для улучшения этого апгрейда нам потребуется легких балок 29 как мы видим друзья после установки обе новой палубы у нас немножко снизилась хп да друзья обе новая палуба у нас забирает пять процентов прочности но зато дает пять к экипажу при полном апгрейде также дает плюс 07 к защите мало конечно дает раньше давал один пункт защиты я не знаю почему разраб его урезал реально я не понимаю почему то такой один пункт защиты это по сути ничего у меня друзья вот с этим сейчас защита 2 и 4 с тем что у меня есть то есть у меня очень низкая защита разраб издевается над нами то есть этот корабль несмотря на то что он линейный по идее у него бортабля в полметра где-то то есть его разбирают очень быстро как вы видели защита очень низкая какого черта я не могу понять так в трюме у меня 500 ядер мне этого хватает отправляемся торговать друзья то есть отправляемся выполнять то для чего нужен этот корабль прям у меня друзья как вы помните 40 тонн и мы сейчас закупим дерево во первых встанем под мирный флаг так как будет пве контент то есть торговля где у нас тут где у нас торговый дом вот торговый дом друзья в этом порту можно купить дерево по 2 и 1 мы его покупаем друзья ну сколько я могу взять его 40 тонн свободно поэтому я могу даже больше 40 тонн по 2 и 2 по максимуму купим друзья покупаем по максимуму дерево по 2 и 2 это у нас 28972 дерево берем его на корабль так возвращаемся в порт и у меня небольшой перегруз в 20 тонн скорость минус 10 до друзья я потерял сильно в скорости но у меня сейчас 29 тысяч дерево на борту возьмем немножко дерево для ремонта чтобы это не тратить так надо бы конечно то барахло отсюда унести но это я потом сделаю и давайте по карте друзья посмотрим куда мы можем продать все это смотрим порт девиус 2 и 5 смотрим в пиратской бухте цену цена 2 и 6 ну в санта марта друзья цена тоже 2 и 6 но пиратская бухта намного ближе поэтому мы сходим в пиратскую бухту там не продадим это дерево бренд порте вообще 2 и 3 и мы сейчас отсюда друзья медленно медленно пойдем сюда так флаг мирный я поставил морской пехоты более чем достаточно что там по вооружению по вооружению тоже все достаточно друзья мы сможем сразиться с любым кораблем нападать я ни на кого не буду ну зачем мне нападать с таким грузом на борту правильно выходим на нижний маяк покинем порт вперед друзья вперед за родину этот корабль и я построил конкретно для торговли ну и для фарма конечно но фармить проще мне на дыхание дракона так полный глиссер друзья идем примерно 12 узлов но у меня друзья скорость минус 10 и 8 и огромный перегруз перегруз друзья у меня 20 тонн так кто на меня напал напал чертов капер им этого капера должны развалить ну что друзья у нас ценный груз и этого капера надо развалить он конечно может попробовать тут покружить но это не беда к разворачиваемся на правый борт тоже будем залп корабль чертов уходит на а то-то промах жесткий промах уже парень может как-то развернешься мне под залп вот он развернулся мне под залп кстати друзья тут можно 4 зал подать вот это промах все мы отправили капера на дно сейчас подберем барахло и пойдем дальше я короче друзья посражался тут с кучей капера в легендарный корабль один потопил вот у меня осталось 832 хп надо немножко поднять хп но прикол не в этом прикол в том друзья пиратская бухта это мелководный порт и я туда войти не смогу поэтому мне придется плыть вот сюда пойдем сам мартинес ну что друзья доплыла я до порта гильбион как это кто у нас это у нас пиратское братство давайте залетим в порт так в гильбион у меня есть немножко дерево 89 для чистоты эксперимента интересно сколько а ну я потратил немножко дерево по дороге друзья поэтому перекинул все что есть и продам все так друзья торговый дом продать я могу сейчас по 2 и 5 и того по 2 и 4 купил дерево я по 2 и 2 друзья я не помню сколько у меня было денег но давайте продадим и расчетный доход я напишу на экране вы можете уже его видеть принципе то что я купил по 2 и 2 и продал по 2 и 4 это мало конечно лучше было бы продать кинуть подороже но это слишком далеко туда таскаться то друзья короче всю ночь я фармил на этой сирене вы можете видеть сколько у меня сейчас золото до 395 тысяч 175 плюс друзья я потратился еще на апгрейды полностью апгрейдил свой корабль ну как полностью крепкие мочит апгрейдил полностью так беновую палубу апгрейдил до второго уровня и кстати недавно надо еще 7000 опыта добыть потому что я под утро ее прям под конец апгрейдил но надеялся что нарвусь на лак и там нужно было просто 84 лака у меня их не было ну и 50 лака я купил на 34 я добыл короче там чуть чуть больше ну короче друзья 800 бочек рома и 4 переборки ушло на апгрейд до последнего уровня крепких мочит двойный трюм грейди до последнего уровня я не буду тут его лишь 500 добавят мне это ни к чему как бы мне так хватает 40 тонн куда еще больше но друзья еще примерно то ли 6 переборок и тоже так рома где-то 800 либо 1000 придется отдать за 3 апгрейда беновые палубы ну и золото там уходит тоже немножко короче друзья добыл я я не помню просто сколько у меня там денег было короче друзья я напишу на экране цифру сколько золота я добыл за эту ночь плюс ресурсы конечно плюс ресурсы друзья ресурсы я не продаю я их собираю так плюс друзья я хочу купить себе немножко дерево в дерево дешевое по 2 и 1 хочу взять по максимуму сколько тут выйдет по 2 и 1 ты на 30 тысяч 800 я возьму дерево друзья отвезу в брендфорд пускай будет там кстати говоря друзья если у вас есть pvp метка то мерный флаг одеть вы не можете поэтому мне придется сейчас идти с грузом под военным флагом я надеюсь что по дороге я не встречу никого на серьезном корабле дерево мне нужно друзья под заготовку балок для постройки корабля виктория для военного корабля у меня на борту друзья 33 тонны 586 килограмм скорость упала на 0 7 но все же скорость достаточно большая да и я твою душу мотал мне не хочется с тобой сражаться уйди отсюда верный принц блять а по у него много просто я не хочу тратить на него ядра кстати друзья на подобных кораблях вот легендарные для вас это вражеский корабль уже болеть и этот паразит будет идти рядом со мной и палить по мне короче друзья я благополучно приплыл брендфорд несмотря на то что под военным флагом не встретились мне пирата на серьезных кораблях которые смогли бы меня атаковать так давай-ка скинем все барахло на склад во времени крафта ну времени крафта у меня мало я много чего скрафтил за эту ночь кстати на это дерево я могу создать 162 балки но к сожалению времени крафта не хватает сделаем на данный момент 4 балки еще и хватит друзья что я могу сказать по кораблю корабль не нравится реально он мне понравился друзья для фарма хорошо подходит для торговли тоже хорошо подходит но желательно конечно выбирать порта где цена побольше примеру на тортуги друзья дерево 2 и 9 и было бы неплохо закупиться вот порте утес и ветров дерево закупить по 2 и 1 2 и 2 и продать по 2 и 9 2 и 8 там уже как получится то касается фарма друзья этот корабль должен иметь поддержку я прицепил за собой три корабля кабуско там они сейчас покажу их вам вот таких три вот таких корабля бота я с собой взял как приватира они мне помогали по сути ходил в отдых 8 и 9 9 и 9 уничтожал торговые союзы добывал ресурсы уничтожал также пиратские корабли ну и попался мне чувак один который напал на одного из моих приватиров и мне пришлось его потопить но и наказать потом еще повторно поэтому у меня pvp метка будет знать в другой раз как нападать на корабль военного флота правда друзья я думаю друзья нам доведется поучаствовать на этом корабле еще в pvp при полном апгрейде под pvp но это не сегодня друзья это скорее всего будет на стриме может быть я сделаю стримчик на выходных и поучаствуем где-то в бою на этом корабле ну ладно друзья кому понравился видосик ставим лайк кому нет ставим дизлайк пишите обязательно свое мнение в комментариях что вы думаете про этот корабль ну а тут я с вами прощаюсь друзья всем удачи и добра всем пока